Почти в 2 миллиарда рублей краю обошлось строительство очистных сооружений на Красной Поляне. Причем, несмотря на то, что работы велись в горах, подрядчику удалось сэкономить. 11 миллионов рублей вернули в казну края. При этом применялись самые современные строительные технологии. Как отметил Александр Ткачев, запуском очистных сооружений прежде всего решается вопрос экологии не только в Красной Поляне, но и на территории всего горнолыжного курорта, где будут проходить олимпийские соревнования в феврале 2014-го. Вот это сердце этого всего производства. После биологической очистки подается на мембраны, где проходит более тонкая очистка и обеззараживание ультрафиолетом. После чего эти стоки сбрасываются уже очищены до 99%. Такая технология впервые в крае применяется. С учетом олимпийского проекта хотим наш курортный край сделать экологически чистым. И последующее строительство новых, реконструкция старых очистных сооружений. Нужно, конечно, применять эти принципы. То есть совершенно западные, высокотехнологичные, современные. Да, они не дешевые, но у нас нет другого выбора. Я думаю, в течение 5-10 лет нам нужно осваивать эти технологии по всем муниципальным образованиям края. Конечно, в первую очередь по большим городам. Очистные сооружения построены запасом мощности не только для проведения олимпиады, но с расчетом на увеличение потока туристов в Красной Поляне. Пусконаладочные работы начнутся уже в ближайшее время. Ну а в самой Красной Поляне, где во время соревнований будут размещаться гости и участники Олимпиады, полным ходом идут работы по благоустройству. В поселке практически полностью заменили все коммуникации. Сейчас работы ведут дорожные службы. На улицах прокладывают ливневую канализацию, укладывают тротуары и строят дороги. Было плохо, но сейчас, слава богу, хорошо. Вот теперь у нас стоит тротуар, ливневка, асфальт будет. Но нам нужно потерпеть еще пару месяцев. Парк в курортном поселке уже благоустроили. А вот по поводу обустройства стадиона в поселке глава региона сделал несколько замечаний. На месте обсудили возможность сделать покрытие на поле более качественным. Благоустройство зон международного гостеприимства в Сочи и на Красной Поляне обсуждали на заседании оперативного краевого штаба. Губернатор поблагодарил дорожников. Они сегодня выполняют большой объем работ в Олимпийской столице. Вместе с подрядчиками обсудили первоочередные задачи. Александр Ткачев потребовал ускорить темпы строительства. Затягивание сроков сдачи объектов, подчеркнул глава региона, быть не должно. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.